Много чему можно поучиться у Европы. Во-первых, развитие высокотехнологичных производств. И так называемых стартапов вообще, где сейчас развивается много высокотехнологичных производств. У них это отлажено очень и очень хорошо. Вот эти вот стартапы, созданные структуры для стартапов. Кроме того, у них высокотехнологичные производства очень хорошо развиваются в рамках крупных корпораций. Обратите внимание, что у нас крупные корпорации в основном нефтегазе, то есть эксплуатируют больше природные ресурсы, немножко в какой-то мере полизитируют на стране. В то время, когда у них крупные корпорации, прежде чем в области производства товаров, которые высокотехнологичные производства требуют, и которые вообще нужны людям, производятся руками, что называется, и роботами. Третий момент, который нам нужно поучиться, это юридические системы защиты прав. Там суды более справедливые, полиция, меньше берет взятки, хотя тоже берет, но значительно меньше берет взятки. И прокуратура используется значительно меньше для того, чтобы одни бизнесы коррупционным образом поглощали другие бизнесы. Вот защита прав бизнеса, прежде всего, некоррумпированность правоохранительных органов, это еще одна очень большая вещь. Четвертая вещь, которую нам нужно брать с них, пример, это географическое развитие. У нас слишком все сконцентрировано в Москве, Петербурге и еще нескольких крупных городов, миллионников, типа Сочи, Краснодара, Ростова. А у них жизнь значительно более распределена. То есть географическая политика значительно более ясная, строгая и логичная. Еще одна вещь, которая нужна поучиться на Европе, это постепенное внедрение бесплатных образований. А мы же идем, к сожалению, обратным путем. Постепенное уменьшение бесплатного образования. Образование не должно быть товаром. Образование, то, что предоставляется молодым людям, должно предоставляться не в зависимости от кошелька и хранителей, а в зависимости от их таланта. Поэтому это, конечно, очень важное направление. Еще одна вещь, нам нужно поучиться у европейцев, это борьба за среднюю продолжительность жизни. У нас средняя продолжительность жизни 70 лет. Большинстве стран Евросоюза, она более 80 лет. Это, конечно, очень хорошая вещь. И здесь нужно, в том числе, бороться за то, чтобы повышать цену на тяжелый алкоголь, типа водки, виски, коньяка, сохраняя достаточно низкие цены на слабоалкогольные напитки, типа пива и вина. Еще нам можно поучиться у Европы, это, конечно, поддержки неправительственного сектора. У нас эта поддержка очень слабая, а вот именно социальная среда, неправительственный сектор, вот эти различные социальные инициативы, они и являются той средой, в которой возникают и новые идеи, и новые социальные практики, и новые бизнесы там тоже возревают. Поэтому нам нужно максимально поддерживать социальную активность людей. Ну и как глава общественного совета Ростуризма могу сказать, что, конечно, та работа по поощрению туризма, которую проводят европейские страны, она, ну, понятно, построена значительно лучше, чем у нас. У нас очень много хороших мест, но мало развитая инфраструктура, и очень мало мы вообще ведем рекламу своих собственных мест. Я вот, знаете, только что в Сочи, из Сочи приехал, и там, ну, был на конференции, и там разговорился в очереди с семейной парой. Они приехали туда, представляете себе, на субботу-воскресенье, сейчас в Сочи. А было там, между прочим, плюс 16 градусов днем на побережье. За 3000 рублей с человека на два дня, включая перелеты проживания. Скромненькое, естественно, проживание и так далее. Но это же великолепно, у нас даже никто не знает об этом.